Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале Барышня Крестьянка. Я проживаю в городе Подольск Московской области, но сегодня 25 июня мы всей семьёй едем на дачу в Тульскую область. И сейчас, можно сказать, граница между Московской и Тульской областью. Её пересекает река Ака. Это мой самый любимый вид, пока я еду полтора часа на электричке. Надеюсь, вам он также нравится. И там вдалеке вы видите пляж, так называемые Мальдивы, на которые любят приезжать даже москвичи. Это город Серпахов. Ну вот, наконец, настал день, когда нам произведут чистку колодца. Как я этого ждала. Надеюсь, всё здесь будет хорошо, красиво. Сделают нам длинный замок, и вода не будет выходить сюда на грунт. Но пока мы ждём рабочих, пойдём посмотрим, как там наш огородик. Ох, какая она! Опять, главное, с этой стороны кто-то поел. Смотрите, какая она красивая. Аккуратно, Амина. Аккуратно, пожалуйста. Ой, как здорово. Ну вот сейчас вы будете этим и заниматься. Ух, красота какая! Смотрите. Да. Ва-а-а! Прям куда не посмотришь. Все красные ягодки. Красота. Всё-таки я понимаю, что я её слишком посадила, как сказать, час. Ну, далеко друг от друга, но она поближе была. О, баклажаны цветут. Так, это баклажан Грин Бин. Посмотрела, здесь два сажала. А второй, я посмотрела, цветёт. Пучковое семейство. Точно, его же и видно, посмотрите. Вот он, прям пучковая зависть. Смотрите, если здесь будут все баклажанчики, это будет прям очень красиво даже. Вот таких два первых баклажана. Так, перец. Ой, а что-то перец коричневый стал. Здесь зелёный большой такой. Да, где? Вот он. О, точно. А, ну это тот первый, да, я его показывала. Слушайте, а что-то перчик у меня стал коричневым, не пойму. Что случилось-то? Что такое-то? Это же не гниль? Да вроде нет. Джеймини перец вот так подрос. Так, ну вот здесь Габриэла тоже уже завязала. Так. Здесь томатик Лабрадор. Так, вот тут ещё один. Что-то их здесь немного, конечно. Пока они тут только цвести собираются. Так, малахитовая шкатулка тут цветёт. Так, а вот герцогини вкуса. Так, здесь два томатика. Вот здесь. Всё-таки не сделала я обработку в прошлый раз, не успела. И что-то как-то плохо они завязывают. Так, это кто? Трюфель чёрный тоже как-то тут мало. Вот этот отсох. Ну вот рыжий фермер тут. Тоже небольшую кисточку. Ну там есть уже томатики. Слушайте, а вот вишня жёлтая, посмотрите. Она завязала томаты, они выросли. Это куст, который без корней я воткнула. Я его срезала. Ну надо же, а. И здесь ещё и новую кисточку. Смотрите, образовал. Вот это вот сильный. Молодец. Вот вишня жёлтая такая сильная. А вот это бычий глаз. Томат черри. Ну вот это уже третья Габриэла вижу с плодами. Это четвёртая Габриэла тоже уже с томатиками. Слушайте, ну вот Габриэла, конечно, молодец. Всё-таки вот пораньше я её посадила. Смотрите, как здорово. Она не перерастает именно в плане ботвы. Все её удобно транспортировать. Ну и плоды зато самая первая дала. Хотя сорт считается позднеспелый. Вот самый первый, который я показывала вам недели две назад. Был маленький. Ну, слава богу, слушайте, я очень рада. Буду его сажать теперь прям как можно раньше. У нас феня. Цветёт. Ну так-то большинство томатов цветут. Так, вот здесь вот черри смотрю. Вот здесь тоже бычий глаз. Смотрю, кисточка такая неплохая. Так, ну вот я его сразу отмечаю как хороший, такой сильный сорт. Бычий глаз. Вот это сахарная Анастасия. Я уж думала, тут вообще ничего не будет. Но нормально, как ни странно. Но она вот даже завязала томатики. Вроде хиленькая такая была, но ничего. Ладно, посмотрим, что тут будет. А вот яблочки наши, спартан. Ой, уже краснеть начали. Красивые какие. Хоть бы не скинули. Как же хочется их попробовать с пилами. Вот так вот. Ой, здесь косить надо. Вот эта вот часть осталась последняя. Не кошена. И вон там за забором. Колиусы мои, конечно, все погорели здесь. Надо было все-таки около забора в тень. Ну ладно. Будем знать, что же теперь. Ладно. Проба пера была. Вот этот колиус красивый. Хороший. Ну вот, надо было, конечно, сюда в забор сажать. Не знаю, посмотрю, может тогда выкупаю сейчас. Вот какая красивая хвоста. Лопухастая красавица. Так. Еще не расцвел у меня лилейник. А стильбочка тоже так себе. Сюда и сажала астры. Но что-то, по-моему, их не будет тут. Так себе не выжали. Первый бутончик розы уже вот-вот раскроется. Так. Ну здесь без изменений, в общем-то, особо. Ой, какая красота. Боже мой. Боже мой. Какая красота. Вы посмотрите. Она такая крупная. Я в Дикси ее покупала, но она намного была меньше. Вау, как я рада. Какой цвет необычный. Такой персиково-розовый. Боже, какая красота. Вот и лилии скоро будут. Такие молоденькие, правда, еще. А вот эта розочка, которую только покупала этой весной, вот только посадила. У нее, к сожалению, один только побег пошел. Остальные как-то были сразу плохие. Ну ладно. Так, а я возвращаюсь к мастерам. Все, хозяйство наше сюда. Так. Ну как там? Ваше мнение профессионалов? Ну как там? Ну ты сделал длинный замок, выкачусь. Нет, ну вообще состояние, как его вот. А выкачусь, когда выкачим полностью. Слушайте, вода стала мутнее. Она была прозрачной, правда? Сейчас вообще же ливни были сильные. Ага, ага. Вот, а можно по углине все здесь. То есть вся глина намокла, растворилась. Вот это вся вот, ну, ручки такие пошли. Да, да. У нас, знаете, вода стояла прям даже вот до середины. Почти до вот, где хозблок. Наверное, я вот смотрел YouTube, там написано, что прям вот метр даже от кольца надо. 50 метров вот так. Да, да, и вглубь так же где-то. Закидывайте. Вообще вокруг колодца должно быть уклон. То есть вот так вот. Ага, ага. На метр, на полтора метра должен быть уклон. Чтобы вся вот эта дождевая вода, она не скапливалась. Да, и из глубины, чтобы тоже не шла. Так, ну вот камушки для нашего колодца. Так. Все материалы. Так, здесь, оказывается, наш шланг не нужен. А у вас свой дренажный, да? Конечно. Ой, а зачем я тогда покупала? Да вам вообще-то нужно набрать воды. А он же дренажный. Для чего тут он подходит? Да? Ну, вы сказали, что этот не идет только для откачки грязный. А для чистой? Конечно. Там тот же у вас бы какой-то огородный. Ну, это да. Между грядок весной вот откачать, я поняла, тоже удобно. А я спешила. Слушайте, а я думала, это самое. Ну, ладно, нас не помешает. Что, надо снять, да? Да, чтобы не трясло. Пока у вас дома не появилось, пока туда-сюда этот насос дренажный, то, что надо. Скалу воду прокачается. А мы, видите, всю глину-то не убирали, думали, а откуда мы знаем, сколько ее тут надо? Вот из середины убрал муж. Ну, мне что удивляет, она через глину, вся трава, вот, посмотри, проросла. Как будто... Везде растет. Да? Ну, я думаю, хотя бы этот год как-то будет сложно. Ей нет, все там прям... Вот, знаете, это вот отделение занимается, подвязанным грунтом. Ага. Они говорят, вот, ну, что подорога, слой, трава, газа. Без разницы, везде растет. Да. Если бы кемли семена, здесь уже был бы газа. Так, оказывается, здесь шланг. Оказывается, здесь шланг свой, особый, такой широкий. Да, и его длины не хватает, вот, к сожалению, чтобы туда за забор завести. Ну, ладно, будет сейчас нам на участок тут все откачиваться. Ой, а я же бассейн. Ну, мы не будем эту грязную, да, в бассейн. Так, девчонки, мои красавицы, пошли собирать ягодку. Аминочка, солнышко, выйди, пожалуйста, в другое место. Я боюсь, ты на ягодке стоишь, малыш. Нет, вот ягодка. Да, а сзади тебя, родная, смотри. Оп, видишь, Маська? Давай, аккуратно. Ага. Масяньки, давайте, знаете, что, чтобы вы спокойно ходили. Может, соберете сначала с этого, с этой крятки. Да мне она никогда не дает. А ты ручками рви. Тебе надо ножнички? Сейчас тебе еще принесу ножницы. А вот это надо? Давайте. Я купила для сбора ягод вот такой бидон. Ну, написано было советский. Уж не знаю, как там, какое производство. Мне, в принципе, это не важно. Вот так вот, что там на дне. Мне очень понравился дизайн. Вот так что давайте, девчонки, будем собирать. Знаете, ты можешь тоже прям ручками, малыш. Только старайтесь, девочки, с этими самыми, вот, с жопками зелеными, чтобы ягодка так подольше сохранилась, ладно? Вот так берешь, смотри, ноготочками, смотри. Ой, так раз. Это она странная. Да, видите, она что-то мягкая. Давайте, который не очень хороший, оставляйте мне вот так здесь, ладно? Ну, вот на эту не уступит. Ну, все, давай. Да, вот это хорошее. Ну-ка, покажи, это сколько у вас. Ну-ка, что? Ну, тут... Ой, а запах какой? Ну, полбидонечка-то нету, конечно, сейчас вот так. Прям все собрали? Нет. Ну, ладно, дочка, накрывай крышкой и давай в домике ставь. А помыть ее не надо? Нет, это дома уже будем. Сейчас не надо мыть, а то она плохо хранится будет. Закрывай крышкой, дочь, от бидона, и на там, на столе оставь. Ну, все, грязь пошла. Ух, сейчас у нас будет здесь, как весной, я чувствую, мама дорогая. Ой, божечки мои. Ой, божечки мои. Вот прошло минут 10, слушай, он быстро откачал, да? Уже полтора кольца откачали. Ну да. А вот смотри, вон там из дырочек тут же вода льется обратно, да? Ну, как фонтанчик прям. А подскажите, колодец так и будет потом набираться через эти дырочки? А, вы сейчас эти дырочки замажьте? Поняла, значит, вот для чего нужно обслуживание. А то мне говорили, да сами накидайте тут и все. Ничего подобного. Вот, пожалуйста, вот дырки образовались. В процессе усадки земли, всех колец. Но вы сами туда не полезли, извините, эти дырки замазывать. Так что вот обязательно нужно все-таки вызывать профессионалов через год после того, как выкопали колодец. Ну, или в нашем случае чуть меньше, через 9 месяцев. Поскольку копали нам в ноябре, вот как раз летом, чтобы уже пользоваться чистой водичкой. Ну, вот засыпают нам глиняный замок. Все. А такой глубины достаточно, да? Ну, конечно, начинается уже глина. Ага. Вот как быстро и ловко умеетчато. Не то, что мы с вужем. Ну, вот мы и ведро набрали. Двухние ведра. В принципе, практически все. Сейчас-то, конечно, у нас мокрый. Ну, что делать? Дело. Ну, вот так вот осталась одна полиция. Все, да? А как там оставшуюся теперь? Так. Так, сейчас человек полезет туда. С телефоном бы туда, да? Угу. Изнутри. Снимите на свой, мне перекинете. Или вы его выложили? Вы не рискуете техникой, да? Купить GoPro камеру. Хочешь туда? Нет, не хочу. Я знаю, ты мечтаешь. Мечтаешь меня. Это вы там, свои жены. За непослушание, да, бросаете в колодцы. Не надо нам. Лучше отлупи. Ну, сейчас я вижу все, что в колодце. Да? Все очень хорошо. Ой, ну я рада. Вот такой речной колотый камень. Можно сыпать на дно. У нас две фракции. 5-10 мелкий. И 40-20. То есть, вначале кладем геотекстиль на дно. Расстилаем полностью. С нахлёстом на кольцо. Кидаем потом 40-20 камень. Потом сверху 5-10, по-моему, факт. Помельче который. А геотекстиль там не разложится? Он же со временем начинает. Это геотекстиль, который используется для дренажей. Ааа. Сколько он лет-то будет разлагаться? Вообще, по-моему, по жизни. Да? Ааа. Ну, вот так вот. Это тряпка, которая на огороде. Да? Ну-ка. Так, какие утисты. Да? А я думала, он вообще превратится в этот. Не-не-не. Это он вот и на дренажные, да, он делается? Ну-ка, прозрачный. Это какая у него плотность? Это 150. Такая. Похож на этот оренбургский платок. Ну, пушистик такой вот. Так, в общем, он сейчас пойдёт на одно. Как интересно тут всё. Так, помолиться надо. Серьёзно я говорю. Господи, спаси сохранение. Аплодисменты. Аплодисменты. опасная работа в прямом смысле слова жизнь человека на волоске я на месте все приземлились а вода это опять так быстро набралось смысл и жарко вот где картошку хранить да кстати а мне вам так говорил игры холодильника нет здесь долго проживешь она готова и в холодном сейчас вот на ведре на этом будут оттуда вычерпывать все грязь эксклюзивно для наших подписчиков в игре у нас проходит чистка колодца воду уже откачали сейчас со дна собирается остатки вода правда быстро подходит получается тут только успеваю ведра менять вытаскивать вот сюда будет устиловаться текстиль и камушки ну а здесь у нас уже глиняный замок почти весь он немножко осталось здесь накидать вот так вот какое небо голубое из колодца самая лучшая картина потому что внизу там попробуй приблизить вот так вот 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 за дом они тяжелее да не проблематичные надо чаще поняла то есть нам повезло папочка тут на подноги вот оттуда да мне кажется сверху прямо сбоку а мы ставим потом нам проще будет кидать туда текстиль прокладывают это в один слой до или в два в один выдержать так опасно давай Камень помельче. Камень помельче. Все, камни засыпались. Теперь нужно раствор делать. Будут замазывать там щели, дырочки. Камень помельче. Камень помельче. Камень помельче. Камень помельче. Камень помельче. Камень помельче. А может официантам работать легче? Нет? Камень помельче. Если бы все так думали, что бы занимался колоксом. Наверное, от Бога действительно. Возвращением на землю. Все. Посадка. Прошла успешно. Десятка. Не знаю, как сказать. Вылазка. Так, папа вовсю работает над очисткой угла дома. Да. О, круто! О! А то он бедненький у нас уже там. Бедненький. Подгнивать нам начал. Вот этой самой. Дождь-то когда идет. Отлично. Так, а это уже раствор, да? Да, это раствор. Гунис для керамогранита, да? Да. А, усиленный клей для плитки среднего крупного формата. Вот такой. Просто с водой, да? Без песка, без всего. Да, да. Это готовый. Ага. И вот это что? Там будет промазаться щели, да? Щели, да, будем. Нам начали заделку швов. Внутри опять опустился туда Василий. Теперь замазывает швы. Это прям не только вот эти дырочки, но и по кругу, да? Приходится. Ага. Это от того, что кольца разъезжаются, да? Они сильно не разошлись. Просто где-то что-то появляются микропрещины. И их может, ну, глазами незаметно быть. Поэтому приходится все прям мазать. А они могут быть после следующей зимы, на следующий год тоже, да? Да. Все индивидуально. Угу. Угу. Ну, просто вот как часто, допустим, называют? Ну, скорее всего, здесь не будет проблем вообще. Угу. Во-первых, здесь между колец у нас проложен геотекстиль. Угу. Я его везде заворачивал и прокладывал. Угу. 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 Ну, вот вообще длиточный клей и унис-красный. Угу. Самый, если хотел, потому что мы у вас когда замазали, это, чтобы минус 15-17 был мороз. Ага, и то. И замазали, и все, держите. Угу. Появились такие маленькие, ну, ни о чем. Угу. А вот раньше пользовались цементом обычно. Угу. Угу. А они прям весной отваливались все же. Вот. Унис-красный, очень хороший. Так, ну вот и все. Пока отошла, тут уже домик поставили на место. Вот и все. Скажите, а вот этот домик не надо крепить к этому кольцу никак? Не надо. Не надо, да? Сейчас какие ураганы были? Ага. Ну, уже на месте. Ну да. Анализ. Воду пока не надо брать в следующий раз, да? И то еще два-три раза подключать надо будет. А, вот здесь достаточно. А я думала, его посередине надо. Ну, приедете, у вас не будет электричества. Ну да. Как вы наберете? Насос будет мешать. Надо будет демонтировать его. Да. А так у вас отдельно насос, отдельно ведро. Ага. Ага. Да-да-да-да-да. Эх, жалко прям. Со шлангом я лопухнулась. Ну ладно, в следующий раз. Ничего у меня с первого раза здесь не делается, говорю. Все приходится переделывать. Что забор вот с этими воротами надо наружу. А внутри не красят колодец, да? А то, смотри, у нас вот стало вот этим черным покрываться. Угу. Если покрасить его, то краска будет отходить. Угу. Сейчас это будет вкладывать на воду. Угу. Понятно. И маслом там льняным не надо, да? Да. Поняла. Угу. Угу. А, может и ведро там как-то прикрепится. Вот жалко, не было этого. И не этого. С крючком с обычным. Ну да, в принципе, и так хорошо. Да. Да. Ну вот и вопрос решили, да. Красавцы. Точно. Ну все. Супер. Все. Значит нам осталось глину сюда покидать вокруг, когда сядет. Да. Если появится какой-то осадок, сразу закидывать. Угу. Угу. Ну все. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. А, вот еще хотела спросить. А вот эти дырки, они для чего нужны? Ага. 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 Либо через них происходит, то есть сквознякнику. Выделяться. Все. Поняла, поняла. Поняла. Все. Это так и должно быть. А лягушки там, мыши лазить не будут, да? Да, да. Мыши катят. Супер. Так, в следующий раз. Когда приедете, насос подключите, выключите два-три кольца и вот так вот шлангом надо будет промыть кольца прямо и спалить вот так вот водичкой. Потому что вот этой мутной воды остался налет на кольцах. И только надо смыть. Ага. И вот так вот два-три раза прокачать, обновить, обновить и будет уже хорошая вода остановиться. Все. И уже потом только на анализ брать? Да. Уже можно будет потом на анализ. Ага. Ага. И тогда будет правильный анализ воды. Поняла. Все. Бесполезно. Пока нет. В общем, достаточно на три кольца максимум. Да. До конца. Полностью его нельзя откачивать, потому что когда полностью выкачивается колодец, начинает сниже поступать вода сильно и поднимает муть. Ааа. То есть даже нельзя. Да. Только при обслуживании. Понятно. Да. Только при обслуживании откачивается полно. Поняла. Вот. А я тоже не знала. А я бы сейчас подумала, как лучше давай до конца отковать. Вот сколько всего. Я говорю, не знаешь тут. А откуда узнаешь-то? Не спросишь. Все понятно. Такси. Ну, спасибо вам большое за вашу работу. До свидания. Честно говоря, не хочется говорить, потому что если мы увидимся, то это значит какая-то проблема будет с колодцем. Да. Проблем не будет. Поэтому это... Ну, все. Да. Все, кто будет обращаться, будем давать ваш телефон. Так что все, кому надо. Да. По всей Московской области. Да. Работаете. Да. Все. Пишите мне на почту. Телефон. Все. Василий, все. Всего доброго. Спасибо большое. Вот и все. Работа сделана. Прям гора с плеч, признаюсь. Как долго этого ждала момента. Теперь мы, скажем так, не особо зависимы уже от других людей. Все. Теперь уже в наших руках. Вся эта мелкая работа. особо по-крупному что-то строить, делать мы в ближайший год точно не планируем. Все. Нам нужно разобраться пока с финансовой ситуацией, сложившейся в связи с покупкой домика. Вот. Поэтому пока все. Нужна передышка. Напоминаю, участок мы купили всего лишь полтора года назад. Просто был здесь вот пустой кусок. Ни забора, ни тень, ничего не было. Была рабица вон там. Старая вот она и осталась. Которую, кстати, надо тоже уже менять будет. Вот. Ну, вот там не знаю как уж своими силами нанимать будем. Хотелось мне там организовать вот в дальнем углу компостную кучу. Может быть, даже купить из профлиста. Ну, видели, наверное, такие короба продают. Чтоб все было цивильно и красиво. Ну и парник, конечно же. Точнее, теплица. Без теплицы никак. Все уже свои огурцы едят. Кого не спроси. У нас, конечно, в этом году огород никакущий. Будем его косить. Все. Огорода нет. Вот в прошлом году, если здесь трактор скопал, конечно, хоть как-то что-то мы здесь все посадили. Ну, потому что в этом году мы много уделили внимания. Не то чтобы стройки. Ну, как это назвать? Покупки хусблока. Вот я колодца. В общем, обустройство участка. Бытовухи. Организация элементарного быта. Чтобы можно было здесь находиться. Поэтому на огород, конечно, уже сил не хватило. Ни времени. Ну, ничего страшного. Все постепенно. Если бы у меня было средств больше, я бы вряд ли купила здесь участок. Я бы, скорее всего, купила уже с домом участок в деревне. Пусть даже подальше еще отсюда. Но было бы так. Вот. А именно потому, что мы живем по средствам, без ипотек. Мы начали все, можно сказать, с нуля. За 200 тысяч, напоминаю, мы купили этот участок 8 соток. Это Тульская область на границе с Московской. Ну, вот это то, что нам было по силам. А дальше вот постепенно, постепенно, постепенно. Так что на данный момент и так хорошо. Все для пребывания теперь. Хотя бы там два-три дня есть уже. Все есть. Так что вот так. Я очень довольна, что очередной большой этап у меня завершился. Вот сюда посадила Лизанский. Мужжевельник, наверное, это все-таки. Очень колючий. Не знаю, правильно я или нет. Вот так его поникшим сформировала. Ну, посадила так. Зеленое, конечно, вообще не видно на зеленом. В общем, это временное пристанище. Потому что я хочу все пока вдоль забора здесь сажать. У меня не хватает сейчас сил, фантазии, где тут эти цветники идут, как они. Вот поэтому пока здесь такой как рассадничек у меня будет. Ну, а теперь хочу высадить все-таки питонию. Думала, я их дома посажу. Но нет. Нет, не получается там. Хочу вот в такую вот корзину ведро сейчас все помою. Оно треснуло здесь зимой. Ну, и не надо будет дырки зато делать дренажные. Хочу посадить сюда. Благо вот земля есть вот эта. Вот такую кассету из шести штучек я купила. Так, где я купила? Вспоминайте. По-моему, в перекрестке. Да. За 135, по-моему, рублей. Смотрите, какие корни хорошие. Она уже давно здесь сидит. Конечно, требует высадки. Прям кричит, высади меня. Я хочу сейчас обрезать. Эти тоже буду куда-то сажать. Остальные. Потому что сюда у меня только одна влезла. Анна Мухаммедовна изъявила желание посадить сама хоть одну питонию. Бросила сюда вот она уже осмокот. Вот молодец. Поставила. Лопатку убирай теперь, дочка. Теперь над руками. Перчатку вот нет. Давай. Сюда в середину. Не бойся, не бойся. Молодец. Вот так. И закидывай, закидывай. Двумя ручками. Вот. Даже растила. Слава Боже, да? Все. Итак, у меня вот здесь получается питонька. Вот с этого края. У меня прям такая альпийская горка. Только не из камней, конечно, а просто с почвой. Ну, вот здесь у меня еще прошлый раз была посажена. Сейчас ее надо подстричь, кстати, хорошенечко полить. Все. И вот там Анечкина. Ну, вот так вот. Какая-то птичка здесь так интересна. Ой-то. Словей. Разбойник. А тучи-то набежали. Похоже, дождь ливанет. Так, птица хватает низко. Да, сейчас пойду. Действительно, такой ливень начался. Гром, молния. Как хорошо, что мы успели сделать чистку колодца. И также я, конечно, счастлива, что теперь нам есть где укрыться от дождя в нашем домике. Вот, оделись. Платочки, сапоги идут с папой в лес. Дождик прошел. Я говорю, сходите, может, грибы там есть, потому что в Рязани вот мы были. Там же и лисички, и белые. Ну, давай, Лапуся, спустит тебя сама. Все. Дайте я заверну рукава-то. Подожди. Где у меня вторая-то, Алёнушка? Вторая-то где? Все, убежали. После дождик это хорошо, свежо, совсем не хочется уезжать. Ни комаров, ни пчел, ни ос, никого нет. Вспоминаю прошлый год, здесь был, конечно, ужас. А сейчас так хорошо. Мы возвращаемся домой. Иду по дороге и с грустью размышляю о том, что одна треть лета уже прошла. Как же быстро пролетает время. И думаю, что такое короткое лето у нас, и так мало времени выделяется для дачи. И, конечно же, хочется проводить там как можно больше времени. И город хочется оставить совсем на все эти три месяца. К сожалению, не получается так. Но мы будем стараться. Но вы поделитесь своим опытом. С удовольствием почитаю ваши комментарии. Всегда с радостью принимаю их. Всем мира, добра, счастья и улыбок. Пусть все у вас будет хорошо. Поэтому спасибо за просмотр! И supremacy!